Планёрка председателя Гродненского горе-сполкома. Предприятие Гродно наградили за лучшие украшения к Новому году, а прокурор города Владимир Клишин рассказал о криминалистической ситуации в областном центре. Каждый раз перед новогодними праздниками наш город превращается в одну большую, яркую и красивую иллюминацию. Над её созданием работает не только Горсвет, но и все предприятия и организации Гродно. Так, второй год подряд проходит конкурс на лучшую ёлку. В парке Жилибера располагались десятки самых разных новогодних красавиц. Все они так или иначе отражали деятельность предприятий. В день открытия такую фантазию оценила специальная комиссия, а позже на сайте областной газеты «Гродзенская правда» было открыто голосование. По его результатам лучшей ёлкой стала красавица от Гродно-газ. На втором месте фармация, на почётное третье место заняло Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру. Кроме этого отметили и те предприятия и учреждения образования, которые внесли свой вклад в украшения города. К примеру, областной перинатальный центр, Гродно-хлебпром, водоканалы и другие предприятия и организации уже не первый год радуют своей иллюминацией. В число любимец Гродненцев попала и новая локация для праздничных украшений – областная филармония. Председатель Гродненского госполкома Вячеслав Гой отметил, каждый год должны появляться новые яркие и красочные атрибуты праздника, которые, безусловно, порадуют гродненцев и гостей нашего города. Второй темой на повестке дня стало состояние законности и правопорядка в Гродно. Как уже отмечалось ранее, в городе и области существенно сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Впервые с 1985 года было совершено всего два умышленных убийства. Но в целом наблюдается рост преступности, в основном за счет хулиганства и относительно новой статьи – присвоение найденного имущества. В сфере преступности мы всегда основной акцент делаем на профилактику правонарушений. В первую очередь это профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика правонарушений антикоррупционного характера, потому что необходимо выявлять те скрытые причины совершения этих преступлений и их исправлять, чем потом садить на скамью посудимых довольно уважаемых людей.